После акций протеста в России водителей дальнобойщиков любые изменения в этой сфере вызывают настороженности в Эстонии. Ведь плата за дороги ни у кого энтузиазма не вызовет. Главным посылом от наших властей к тем, кто связан с грузовыми автоперевозками, стало то, что эти поборы не являются инициативой Эстонии, что никаких решений пока не принято. Разговоры об этом идут в связи с директивой ЕС, согласно которой страны обязаны облагать налогом грузовики весом не менее 12 тонн. Эстония пока не ввела для транспорта плату за пользование дорогами, в то время как, например, в Ирландии моторный налог платит каждый владелец. Логика очень простая. Если ты ездишь по дорогам, зарабатывая на этом деньги, то хоть небольшую часть из этого дохода надо платить государству. Хотя бы для ремонта тех же дорог. Министр экономики и коммуникаций Кристен Михал отметил, что пока еще рано делать какие-либо выводы, так как предметно министерством этот вопрос еще не прорабатывался. В принципе, по сообщениям прессы, доходы от еще не введенного налога уже фигурируют в документах Министерства финансов. Предполагается, что государство сможет за его счет получить 10 миллионов евро. В этой арифметике еще много неизвестных. Будет ли налог собираться с местных фирм или только с зарубежных перевозчиков? Будут ли полученные деньги целевыми, например, предусмотренными только на ремонт дорог? Или же они просто будут затыкать какие-то бюджетные дыры по ходу возникновения? Так или иначе, можно назвать и несколько негативных последствий введения пошлины на колеса. Есть совсем другая страна медали, что у нас и так самая высокая налогооблагаемость как бизнеса, так и нас с вами. Мы в самом хвосте находимся, среди европейских стран по суммарным налогам. То есть мы идем впереди Европы всей, хотя мы, наверное, в Европейском Союзе одна из самых бедных стран. Поэтому для того, чтобы вводить новые налоги, надо прежде всего подумать о том, как это отразится на развитии бизнеса и на привлечении инвестиций. Вот на эти два параметра вот этот новый налог, он скажется очень отрицательно. В общем, ситуация тут понятная. Налог можно и ввести, это прогрессивно и по-европейски, но делать это необходимо вовремя. Логика подсказывает, что наилучшим моментом был бы тот, когда экономика показывает стабильный и быстрый рост. Но пока условий для этого в Эстонии нет. Как не старается наше правительство. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.